Первое заседание досудебной комиссии состоялось на днях. ОООшка, которая арендует немаленький участок в Абакане, хочет уменьшить свои платежи. Кадастровая стоимость их участка почти 130 миллионов рублей. Соответственно, арендная плата немаленькая. Однако, по мнению владельцев магазина, на самом деле эта земля стоит в разы дешевле – около 20 миллионов. Как только мы установим эту рыночную стоимость, соответственно, исчисление арендной платы будет намного меньше. Для нас это значительно. Чтобы экономить на аренде, торговый комплекс просит комиссию сравнять кадастровую и рыночную стоимость. Но вот совет усомнился в оценках экспертов и отказал заявителю. Стоимость участка останется такой, как и была. Попробовать убедить досудебную комиссию в своей правоте могут и обычные люди. Это касается землепользователей, землеводельцев, арендаторов. Ну и, соответственно, это касается собственников, кто имеет земельные участки в собственности. Ну и не только земельные участки, в последующем это будут собственники, да, не строения сооружений. Кадастровая стоимость для квартир, земельных участков и домов устанавливается ежегодно. В каждом городе и поселке своя. Учитывая ее размер, специалисты по формуле рассчитывают сумму налогов для простых жителей и бизнесменов. Раньше недовольные размером насчитанного налога шли оспаривать суммы в суде. Теперь можно сэкономить время и нервы, обратившись до судебную комиссию. Однако не все так просто. Например, я считаю, что кадастровая стоимость на мой земельный участок завышена и я плачу слишком дорогой налог. Чтобы отнести заявление в комиссию, мне придется подкрепить свои домыслы оценками экспертов, а это дополнительные расходы. Но потом придется просто подождать, пока специалисты ответят. Они будут рассматривать заявление не больше месяца. Подробную информацию, список необходимых документов, а также саму кадастровую стоимость можно посмотреть на сайте Росреестра по Хакасии. Мария Дуник, Евгений Сальбереков, Новости, 7-й телеканал.